В сентябре 2018 года в Чукотском селе Лорино были расклеены любопытные объявления. В них местных жителей просили немедленно связаться с сотрудниками погранслужбы, если они заметят в окрестностях некую женщину. Сообщалось, что она выпускница биофака МГУ, путешественница и журналистка. Мол, вышла барышня из поселка Эгвекенот, что в заливе Креста, и держит путь в сторону села Лаврентия. Возможно, идет пешком или на Байдаре. Ниже было приложено монохромное фоторецидивистки в спортивном снаряжении на краю цветочного луга. Звали эту опасную особу Марина Галкина. Но на этом второе одиночное путешествие Марины через Чукотку не закончилось. В тот раз она пересекла ее от самой северной части, мыса Шилакского, до самой восточной, мыса Дежнева. После трехдневной проверки в поселке Лаврентия Марину отпустили, но посоветовали возвращаться домой. Она не послушалась и, оставив лодку в поселке, дабы не вызывать подозрения в пересечении границы через Берингов пролив, дошла до мыса Дежнева пешком. От мыса пограничники доставили ее в поселок Уэлен на служебном бездеходе. Возможно, из чувства вины, как писала она сама. Незадолго до этого случая другой путешественник незаконно пересек российскую границу в том же районе. Погранцы, как говорится, перестраховались. А свой первый поход по Чукотке она совершила 20 годами ранее, в 98-м. Только с юга на север. От Анадыря до мыса Шмидта. Тогда, в 1998-м, было поставлено несколько личных рекордов. За два месяца своим ходом в одиночку я прошла чуть больше тысячи километров. Ровно три недели не видела людей, а рации у меня не было в принципе. На транспортные расходы, включая перелеты, Москва-Анадырь потратила 13 рублей. И полтора месяца не мылась. За прохождение этого маршрута от Анадыря до Шмидта Марине было присвоено звание чемпиона России по спортивному туризму в классе путешествий. Именно об этом путешествии она написала книгу «Одна на краю света». О нем же и пойдет речь во втором сезоне подкаста «Горы без вершин». Меня зовут Саша на ЧИТО. За Марину Галкину читает сама Марина. Этот подкаст записан студией «Спорткастерная» совместно с компанией «Сплав». Компания «Сплав» — российский производитель качественной и надежной одежды и снаряжения для туризма и активного отдыха. Компания была создана в 1992 году. Одежда и снаряжение компании «Сплав» расширяют возможности путешественников, помогают им противостоять ветру, осадкам и холоду. Позволяют меньше уставать в пути и быстрее восстанавливаться за счет сниженного веса, улучшенной эргономики и надежности. Для слушателей подкаста у нас есть специальный промо-код на скидку в 10%. Подкаст. Пишется латиницей. До конца 2023 года вы можете воспользоваться им в любом из магазинов «Сплав» по всей России или на сайте сплав.ру. Ссылку и промо-код вы найдете в описании к выпуску. Итак, поехали! Кто же такая Марина Галкина? Сегодня она без преувеличения абсолютная легенда походного мира. В одиночку преодолевшая огромные расстояния по самым неприступным, часто безлюдным, но при этом и красивейшим местам. К тому же Марина популярный видеоблогер. На ее канал в YouTube на момент записи подкаста было подписано уже больше 230 тысяч человек. Путешествовать Марина начала почти сразу после окончания МГУ. Кабаровский край, Приморье, первый одиночный многодневный поход по Камчатке. И вот в 1997 году она решает пересечь Чукотскую землю. Почему именно эти места? У Земли два полюса, и вроде понятно, отчего ненормальные в хорошем смысле этого слова люди к ним стремятся. Или забираются на Эверест, высочайшую вершину планеты. А что Чукотка? Суровый край. Возможно, для тех, кто никогда не бывал в этих краях, Чукотка звучит максимально абстрактно. Там холодно, там темно. Зачем вообще туда идти? Один мой приятель, байдарочник и лыжник, подарил мне для того путешествия очень тонкую капроновую штормовку. Как же он удивился, узнав, что на Чукотке она мне вряд ли пригодится, потому что если там и тепло, то очень много комаров и мошки, которые прокусят эту ткань. А когда холодно, летом там может быть до минус двух-трех, максимум до плюс десяти. Надевать ее просто незачем. А жара? Неужели не будет жары, когда ты идешь в легких штанах и штормовке? На что я ответила, что там вряд ли можно будет идти просто в легких брюках без гидроштанов или гидрочелков. Когда поднимаешься по реке против течения, сухой не остаться, и вода ледяная, а по берегам тундра, наверное, заболоченная и совсем нет леса. Ходить все время в резине летом, да еще там, где нет деревьев? Нет, тогда я совсем не хочу на Чукотку, сказал мой товарищ. Да, сердце Марины явно лежало не к комфортным путешествиям в удовольствие, а к таким, где нужно преодолевать себя и стихию. Откуда же такие склонности? Один из виновников лихого увлечения. Ученый и писатель Николай Верзилин. В детстве Марина обожала его книжку «По следам Робинзона». О выживании в дикой природе, об использовании растений в пищу. После и биофак МГУ она закончила по направлению геоботаника. Есть люди, которым намного труднее других. Некоторым все сходит с рук, а им нет. И они обязаны быть лучше. А если человек решил жить по мечте, вдвойне обязаны. А эта цитата открывает один из фильмов Марины уже об ее втором путешествии по Чукотке. Цитата эта из романа писателя Олега Куваева «Территория». Именно Куваеву, воспевшему Чукотку в своих повестях и рассказах, Марина прежде всего обязана непреодолимым желанием увидеть Чукотский край своими глазами. От Тихого океана до Ледовитого один шаг, если вы стоите на мысе Дежнево. Но мне мечталось о большем. В девяностых моей мечтой было перейти Чукотку в ее центральной части с юга на север, достичь Северного Ледовитого океана, стартовав от Тихого. Сплавиться по дикой реке Пектомель, увидеть быт Чукчий, испытать на себе прелесть и коварство красивой и суровой природы, пройти по горам, рекам и тундрам, рассчитывая лишь на собственные силы. Но сама история этого путешествия, разумеется, не была безоблачной. Ровно наоборот. Марина решает перейти Чукотку в непростые времена. 1991 год. Денег нет, экспедиции тоже. Стали путешествовать с друзьями в Карелию, на Урал, на Плату Путорана. Первое одиночное путешествие у меня было на Камчатку в 1994 году. Так сложилось, что никто не смог составить мне компанию. Пошла сама. Из Петропавловска отправилась в долину гейзеров и дальше на север. Это порядка 500 километров. Тогда поняла, что могу самостоятельно пересекать северные просторы. В 1997 Марина стала готовиться к новой поездке. На Чукотку. Цель была поставлена. Но что дальше? Как попасть в заветные места? От Москвы до Чукотки многие тысячи километров. Ответ с первой полки максимально прост. Садись в самолет и лети себе на здоровье. Но этой истории бы не случилось, если бы все решалось так легко и банально. Денег на авиаперелет у меня не было, а заработать быстро нужную сумму не представлялось возможным. Дороги на Чукотку, Ванадырь с материка не проложены. Автостопом туда можно добраться разве что зимой, по специальным трассам, зимникам. В теплое время года они для перемещения непригодны. Что оставалось? Попутные пароходы? Пока доплывешь, глядишь, и лето кончится. Размышляя о том, как физически попасть на Чукотку, Марина параллельно разрабатывала сам будущий маршрут. Он, по моим планам, должен был пересекать полуостров для глобальности, проходить по наименее населенной территории и, желательно, через уникальные с точки зрения красоты места. К тому же, должен быть нехоженным, новым. А стартовать он мог либо недалеко от Анадыря, столицы Чукотского автономного округа, это побережье Тихого океана, либо недалеко от Певека, другого крупного населенного центра Чукотского полуострова. Это выход к Северному ледовитому океану. То есть было два варианта пути, либо с юга на север, либо с севера на юг. И в Певеке, и в Анадыре есть аэропорты. Благодаря им, выражаясь словами нашей героини, сойдя с корабля, можно максимально быстро попасть на балл и не зависеть от местного транспорта. Но как добраться хоть до одного или до другого из них, этого Марина все еще не знала. Оставался последний вариант. Авиастоп. Авиастоп. Звучит как безумный креатив из рекламы популярной газировки. Сделали глоток, тормознули нужный борт. Но если вы хоть чуть-чуть знакомы с Мариной Галкиной, то в курсе, что слишком безумных идей для нее не существует. Весной, перед предстоящим летним путешествием, я стала наводить справки о возможности перелета на Чукотку. Обратилась к знакомому полковнику с абсурдным, как мне казалось, вопросом. Валер, а можно как-нибудь на военном самолете за минимальную плату долететь до Анадыре из Москвы? Этот вопрос Марина задала почти в шутку. Но к ее огромному удивлению, вместо того, чтобы посмеяться, Валера пообещал все разузнать и, если все получится, дать ей телефон перелетчика. Пазл будущего путешествия понемногу складывался. Идти Марина решила из Анадыря. От него до побережья Северного Ледовитого океана примерно 600 километров по прямой. Понятно, что маршрут так по линеечке не выстроишь. Как, тем не менее, прикинуть, сколько времени может занять этот путь? По моему опыту, за день по неизвестной местности, например, в тайге, можно проходить около 15 километров. По заболоченной тундре передвигаться тяжелее, но зато на открытом пространстве проще ориентироваться. Так что дневная норма тут может быть и 20 километров за день. А по твердой горной тундре, каменистой, даже 30 не предел. А в непогоду я вообще могу оставаться на месте. В итоге Марина рассчитывает на 2-3 походных месяца. Сколько нужно взять с собой продуктов, чтобы хватило на все это время? И сколько она реально сможет нести? 25 килограммов. Вот оптимальный для меня вес. С ним я иду быстро. Ну, может быть, 27-30 максимум. По горам с таким грузом уже тяжеловато. Традиционный минимум сухого веса продуктов на человека в день 500 граммов. И то, для полного восстановления сил, затраченных на маршруте, этого не хватает. В общем, 30 кило – это самый скудный паек на пару месяцев. А ведь кроме провианта, еще есть снаряжение. Как с ним быть? Тут, наконец-то, место для простого ответа. Если груз невозможно нести, его нужно везти. Если идти в одиночку, то, конечно, на каяке. Подниматься по рекам против течения до центральных горных районов Чукотки и затем, сделав волок, сплавляться вниз по течению до океана. Везти груз на каяке, тянуть его по воде против течения на веревке. А на волоке можно идти в две ходки, нести груз двумя частями. И вот ориентировочный маршрут определен, способы продвижения по нему более-менее понятны, с грузом разобрались, но анадырь все еще очень далеко, а билет до него все еще слишком дорог. По нынешнему счету, его стоимость в 1997 году звучала, прямо скажем, солидно. Почти 3 миллиона рублей в один конец. До начала деноминации, когда денежные величины уменьшатся в тысячу раз, остается около полугода. Что сказать, я располагала суммой почти в два раза меньшей, чем стоимость авиабилета. Но у меня был план Б. Я решила заинтересовать своим путешествием лабораторию проблем выживания человека при Институте авиационной и космической медицины. В конце концов, я собиралась пройти в сотни километров по малонаселенным или вовсе безлюдным суровым просторам. Чем не эксперимент на выживание? Лаборатория, в которой и сама Марина какое-то время работала, сначала и правда заинтересовалась этим предложением. Там пообещали составить план исследования и посодействовать с перелетом в анадырь. Но потом что-то пошло не так. В конце концов, начальник лаборатории откровенно заявил мне, что будь я хотя бы мужчиной, тогда с исследованием возможностей моего организма и был бы какой-нибудь прок. А так? Ведь летчик в нашей стране, за редким исключением, профессия мужская. Что ж, июнь подходил к концу. А Марина все никак не могла попасть на место старта. И вот долгожданная удача. Через друзей она узнает, что на днях в столицу Чукотского края уходит пустой борт. Он должен будет забрать на теплый материк местных детей на каникулы. Вместе с моим знакомым, работавшим в то время на территории военного подмосковного аэродрома, мы узнали, какой экипаж летит на Чукотку. И через одного из его пилотов договорились, что меня посадят на борт. Выяснив бортовой номер нужного мне самолета, мой знакомый поймал газик, и водитель-сержант отвез нас к его стоянке. В салоне Ту-154 было человек шесть пассажиров. Рейс отложили до двух часов ночи, поэтому Марина разлеглась на трех креслах и, утомленная нервотрепкой сборов, сладко заснула. Марина проснулась от того, что ее кто-то настойчиво тормошил за плечо. «Вы знаете, что находитесь здесь без билета?» К нашей героине обращался летчик в соответствующей голубой форме. «Я ответил утвердительно, потому что спросонья соображал с трудом». «Угу. В общем, платите один миллион за билет, и мы в расчете». «А можно полмиллиона?» Летчик такой наглости от гражданской явно не ожидал. «Да кто ты вообще такая?» Я откровенно рассказала о своих планах, представилась бедной путешественницей и поведала о своем предыдущем одиночном воеже по Камчатке. «Ладно, пошли, ребятам расскажешь». Узнав, какой длинный путь мне предстоит и что никаких знакомых на Чукотке у меня нет, пилоты вообще расхотели брать с меня деньги. А тот первый летчик даже подарил мне талоны на питание в столовых при военных аэродромах. «Ну, может, будешь проходить мимо на своем маршруте? Подкрепишься?» Он явно не осознавал удаленность моего маршрута не только от столовых, но даже от постоянных мест обитания людей. Но, конечно, такой подарок очень меня тронул. И вот, наконец-то, лайнер с Мариной Галкиной на борту поднялся в воздух. Она летит прямо к своей мечте. «Промежуточная посадка в Тикси. Голубые ледовые поля у берега океана. Зеленеющая тундра с пятнами снежников и озер. Коричневая, могучая, ширь полноводной Лены. 25 июня лето здесь только начиналось». Правда, радость от долгожданного вылета чуть подпортил пограничник, зашедший в самолет сразу после посадки, чтобы проверить документы. Он очень удивился, что у Марины нет погранпропуска. Сказал, что задерживать ее, конечно, не будет, но намекнул, что в дальнейшем у нее могут возникнуть проблемы. «Готовясь к путешествию, я все силы бросила на подгонку и проверку снаряжения, которое практически все изготовила сама. На поиск карт и описание путешествий по региону. Наконец, на изыскании возможностей самого отлета на место старта. И совершенно не задумывалась об оформлении каких-либо пропусков. Видимо, трое суток чилийской тюрьмы, куда я однажды попала за безвизовый переход границы в Каргильерах, не сделала меня более предусмотрительной». Но ведь с другой стороны, наша героиня была не в Чили, а у себя на родине. Ей в голову не могло прийти, что Анадырь остается закрытым городом, в то время как, например, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, где она побывала раньше, давно открыты. «На рейсе после одной промежуточной посадки в Тикси вместе со мной в салоне оставался еще всего один пассажир. В Анадыре его встретили на машине и увезли так быстро, что я даже не успела попроситься с ним. Мне же летчики указали на здание аэропорта вдалеке, и я, недолго думая, пошла к нему напрямик». 37 килограммов веса, который в итоге составил багаж нашей соло-путешественницы, прилично тянули ее к земле. Так что она даже обрадовалась, когда к ней вдруг подкатил газик. Но нет, это не было актом милосердия. Оказалось, что Марина нарушила правила, разгуливая по взлетной полосе. «В аэропорту все прибывшие пассажиры проходили пограничный контроль. Но только у меня одной, кроме паспорта, никаких документов не было». Марину тут же в аэропорту отвели в местное погранотделение, где выслушали ее чистосердечный рассказ о целях посещения Чукотки. Заставили написать объяснительную записку с указанием маршрута дальнейшего следования, предупредили о штрафе до 80 минимальных окладов за нарушение погранрежима, вернули паспорт и отправили в администрацию выписывать чертов пропуск. «Я была счастлива. Погранцы дали добро. Что еще нужно? Теперь-то оформить пропуск наверняка простая формальность. Я, как на крыльях, полетела к зданию администрации». Как думаете, дорогие слушатели, кончились ли на этом злоключения Марины на пути к месту начала Чукотского маршрута? Скорее всего, вы уже догадались. Почему же речь вообще зашла о каком-то погранпропуске? По закону о государственной границе Российской Федерации, в погранзону включается до 5 километров местности вдоль государственной границы на суше и столько же вдоль морского побережья. Но в некоторых регионах гораздо больше того. Например, чукотский поселок Кончалан находится в полусотне километров от побережья. Но купить туда билет до 2018 года без погранпропуска было невозможно. «Вы себе вообще представляете, что такое здешние места? Когда мы шли по тундре с егерем, и я увидела медведя, у меня только пятки засверкали. Если б не егерь, не его ружье, чтоб тогда». Марина Галкина, ее 37 килограммов багажа и ее страсть к путешествиям смотрели на хрупкую брюнетку средних лет из администрации аэропорта. Выслушав просьбу Марины об оформлении пропуска, она пришла в замешательство. Чтобы не сказать, запаниковала. «А вот недавно женщина с ребенком отошла на пять километров от поселка ягоды пособирать. Так ребенка комары насмерть закусали. Вы понимаете? Насмерть. Недавно к нам из Гринписа приезжали четыре человека. Вам знакома такая организация? Так мы их не пустили. Тут же отправили на самолете обратно. А ведь у них пропуска были. Этой женщине явно не хватало звездочек на пиджаке за каждого выдворенного с суверенной территории человека. А вы? От какой вы организации? Я свободный человек свободной страны. Или она у нас не свободная? У нас вся Чукотка погранзона. Никуда мы вас не пустим. Администраторша твердо стояла на своем. Например, на том, что путешествовать ездят только по путевкам, а пропуск нужно оформлять по вызову. Иначе непонятно, к кому это тут человек приехал. Ну вот вернетесь в Москву, оформите пропуск, пожалуйста, приезжайте. 15 августа нас как раз будут соревнования на Байдарах. Будем рады вас видеть. У меня отобрали паспорт и сопроводили на заставу под охрану пограничников, предупредив, что завтра самолет на Москву не улетит, пока меня туда не посадят. Не помогла даже встреча с местным депутатом, главой администрации поселка Угольные Копи. Именно в нем расположен аэродром. И предложение Марины написать отказ от обвинения кого бы то ни было в случае ее смерти на Чукотской земле. Оказалось, что право распоряжаться собственной жизнью принадлежит не самому человеку, не Богу, а администрации Чукотского автономного округа. Пограничники же оказались добрыми ребятами. Паспорт они Марине сразу отдали, но ничем больше помочь не могли. Я тоже не желала им зла, поэтому чистосердечно спросила, что они будут делать, если я все-таки самовольно уйду с погранзаставы. Тут же будет приказ. Заставу в ружье, вертолеты в воздух, ответили ей. После этих слов пограничник снова деликатно попросил у Марины документ, удостоверяющий личность. Белой ночью ребята свозили меня на лиман, чтобы я хоть чуть-чуть смогла прикоснуться к Чукотке. Сильнейший ветер гнал по заливу большие волны с барашками. Моросил дождь. Другого берега видно не было. Лиман был грозен, и мысль о попытке улизнуть на каяке по этой устрашающей, открытой воде казалось самоубийственной даже для меня. Пешком же уйти далеко с 37-килограммовым грузом я была не в состоянии ни морально, ни физически. Так закончилась первая попытка Марины Галкиной попасть на Чукотку. На следующее утро ее отправили на Большую Землю тем же бортом, что забирал жен военнослужащих с детьми и отпускников. Не всем желающим удалось попасть в этот самолет. Некоторые, чуть не плача, просили посадить их, но мест не было. Однако мне оно, конечно, нашлось. Сознание того, что из-за меня лишается возможности попасть на материк человек, который действительно туда стремится, усугубляло горечь этого поражения. Это был первый эпизод второго сезона подкаста «Горы без вершины». Вы можете продолжить слушать историю прямо сейчас или вернуться к следующему эпизоду позже. Все семь выпусков уже опубликованы на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст и оставить оценку, отзыв или комментарий. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Роли исполняли Марина Галкина и Саша Начито. Летчик Алихан Алиев. Администраторша Таня Пантелеева. Над подкастом работали продюсер и редактор Марина Шиняева. Сценарист Анна Чепайтоне. Звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо заместителю директора по научной работе Кунсткамеры Владимиру Давыдову за помощь в работе. Подкаст записан студией «Спорткастерная» в партнерстве с компанией «Сплав». Субтитры создавал DimaTorzok